Хороший доклад Он помогает нам понимать динамику развития личности И хорошо Валентина сказала, что ведь и Библия тоже рассматривает человека Духовное развитие человека как развитие личности Младенцы во Христе Затем они учатся жить самостоятельно, возрастать И какая цель? Вырасти в меру полного возраста Христова Задача роста духовного, она очень похожа И образами отображается задачами роста физического, психического и эмоционального И все это идет одновременно Мы с вами, казалось бы, греческая теория говорит, что мы состоим из трех частей Из духа, души и тела Кальвин считал, что, скорее всего, из двух, из тела А дух и душа, что-то такое более-менее однородное Из двух частей, это дихотомизм или трихотомизм А в целом мы с вами цельные существа Если что-то одно развито, а другое не развито Мы с вами будем негармонично развитыми Поэтому развитие изменения физическое, душевное и духовное должно быть гармонично Здесь очень интересны такие моменты Восемь стадий развития Эриксона Найдите на странице 49-й, да? Он очень интересно рассмотрел Что будет, когда хорошо все получается Допустим, в младенчестве У него доверие Он доверяет, маленький ребенок А если что-то не так Если, допустим, ребенок воспитывался в плохой семье Или без достаточного досмотра Если его обижали Если его обманывали Я видел таких детей Которые не получали того, что они хотели в детских домах К нему протягиваешь руку Он не протягивает руку в ответ Потому что он уже раньше плакал Он ждал этой руки, не дождался Все, он не доверяет теперь Раннее детство Развитие самостоятельности Я не всегда к этому положительно относился И один раз в церкви В американской Я видел, молится вся церковь о ребенке И дедушка держит ребенка на руках И молится, чтобы этот ребенок вырос независимым Я думаю, ну ничего себе Независимым Я, воспитывавшийся в коллективистской культуре Где мы должны быть все зависимы Взаимозависимыми Думал, как же так Они таких независимых самостоятельных Лонрейнджеров воспитывают Но все-таки, я думаю, должен быть баланс Между самостоятельностью В части должна быть независимость И в то же время на более высоком этапе Мы осознаем, что в обществе, живя в социуме Мы взаимозависимые И поэтому не нужно пилить сук, на котором сидишь Вопрос я записал Почему Эриксон делает вот такой вот Вначале постепенный разрыв Там практически вначале идет В стадиях развития год-два А потом все увеличится 15-30 лет Это ко мне? Да Ну потому что, как вначале я еще сказала Что Эриксон уделяет очень большое внимание Развитию ребенка до 6 лет Потому что он считает, что именно в этот момент Закладывается все основное А там уже можно как-то группы расширять Потому что, в принципе, с детства все заложено А уже там идет вот Разве я думаю Наверное, из-за того, что на этой стадии Еще развит больше индивидуализм Потому что дети находятся непосредственно в домашних условиях Если как-то на графике отобразить Количество изменений В жизни человека растущего Что нового получается Вот это, как-то Валентина отмечала Что характеристика этого возраста Изменения Больше Огромное количество самых важных изменений Происходит в детстве И дальше Это, скорее всего, будет отображаться Вот такой кривой Самое большое количество изменений Происходит здесь Поэтому возрастные вот эти вот группы Они здесь Довольно мелкие А потом дальше уже идут более широкие И, посмотрев на нашу жизнь Мы видим, сколько человек узнает Когда человек произносит первое слово Делает первый шаг Потом у него образуется система понятий ценностей Это колоссальнейшие изменения Тяжелейшие могут быть изменения И важно проследить процесс этого изменения И, смотрите Хорошо он показал, что есть Отрицательное и положительное Возраст игры Или инициативность Или вина Вы встречали людей, которые Часто Говорят о том Я виноват Я виноват В том, другом, в третьем Может быть, это было заложено тогда Я думаю, должно быть ощущение вины Когда мы грешим Когда что-то делаем не так Но когда вот это Слишком Вот так вот выпячивается Можно поискать корни В более младшем возрасте Школьный возраст Трудолюбие или неполноценность? Хорошо развивается Развивается трудолюбие Не хорошо развивается Развивается Уход от труда Какая-то неполноценность Что-то еще И дальше Вот эти все моменты Хорошо нам помогают Понять развитие человека Средняя зрелость Продуктивность Застой И Очень хорошо Говорила Валентина О том, что Как можно выходить Из этих ситуаций Там Или там Или в другом месте Он также показывает Вот эти моменты Когда Одно и то же качество Может быть доведено До крайности И тогда Это уже нехорошее качество Вот автономия Доведенная до крайности Ведет к бедствитству И самовольству Родители могут воспитать У ребенка Слишком сильное чувство Независимости Чтобы не ограничивать Детей своими правилами И ограничениями Такие дети Станут делать то, что хотят Не обращая никакого внимания На уместность своих действий Они мало ограничивают себя Или вовсе не ограничивают Мысль Общественная Мысль научная Мысль о воспитании Детей Тоже развивается Не полинейной Она развивается Скачками У нас до сих пор Есть книжка Бенджамина Спока О воспитании детей В 60-х 70-х годах Он был очень известен В то время В той стране В той культуре Где он был Еще Оставались Так сказать Основы Пуританского воспитания В обществе Строгость воспитания Ограничения Жесткий контроль Который Для нас Славян Очень странен И надо понимать Насколько жесткий Был контроль Детей В англоязычных странах Англо-саксонских странах Там надо было Прийти к 7 часам На ужин И не опоздать Ни на одну минуту Для нас Славян Не важно Ну подумаешь Там полчаса туда Полчаса обратно Не так важно Глядя на то Как мы воспитываем Своих детей Им кажется Что мы Очень мягко воспитываем Так вот Вот эта жесткость Воспитания Была доведена До крайности И уже вырвался Бенджамин Спок И говорил о том Что надо давать Ребенку свободу Развитие Творчество По пистолотству В том числе И по Споку И давали Вырвались Но пошли В другую крайность Дети стали Неуправляемы Стало Много Они не чувствуют Границы Вот как мы Говорили перед этим О молодежи Молодежи Она старается Раздвигать Границы Но в то же время Хотя она воюет Против границ Она хочет Чтобы там было Что раздвигать Когда рука Проваливается И они тоже Себе чувствуют Неконфортными И задача родителей В этом возрасте Вот в подростковом Молодежи Эти границы Развивать Говорит Да ты взрослый человек Если я взрослый Я должен решать все Но ты еще все Не можешь решать Очень трудно объяснить Дать ребенку Взрослеть И в то же время Постепенно развивать Расширять Эти границы И человек Не всегда Это может делать Очень важно Нам понимать Как это все Работает И вот эта Теория Частично Дает нам Понятие Как это работает Здесь есть Интересные Такие Адаптивные силы Эриксона Посмотрите На странице 59 Когда Плохо Развита Сенсорная Адаптация Активная Сила Способствующая Помочь И решить Это надежда Давать ребенку Надежду Говорит Говорит Ты можешь Давай еще Попробую У тебя Получится Если Что-то Не получается Не Не срабатывает В ребенке Развивается Замкнутость Если есть Бесстыдство Самовольство Сила воли Помогает Решать Те или Другие вопросы Беспринципность Часто бывает И нету Сержня В жизни Человека А для чего Живу А мне все равно Такие люди Которым все равно В молодежи Такие есть И тогда Здесь важно Помочь человеку Воспитывать Цель В жизни Если цель Не установлена Тогда человек Тормозит По этой жизни И так далее Неразборчивость Если есть Такое Такое Нехорошее Качество Любовь Помогает Развивать Это Стоит Почитать Это И во взрослом возрасте Часто проявляются Недостатки У тех Кого мы считаем Так сказать Нашими учителями Услужителями Вот смотрите Давайте почитаем Интересный пример И поразмышляем о нем На странице 61 Членами поместной церкви Стало Несколько молодых пар Они приходили С грудными детьми Церкви пришлось Позаботиться О помещении Для младенцев Во время благослужения Некоторые взрослые Которые не хотели Покидать Своего привычного Помещения На первом этаже Предложили Организовать Комнату для детей В подвале Вы осматриваете Подвал Обнаруживаете Что он сырой Затхлый Вы советуете Разместить Детскую комнату На первом этаже А класс для взрослых Перенести в подвал И преподаватель говорит А почему взрослые Должны сидеть В этом затхлом И сыром подвале Дети все равно Не заметят разницы Что вы ответите? Они заболеют Даже отвечать не надо Да? Валентина Они даже могут заболеть Если сидеть в этом сыром И затхлом подвале Со стороны здоровья А дальше Представьте себе В церкви В которой мы считаем Что там есть Правильная система ценностей Что подумают взрослые? Какая система ценностей Церкви В отношении к детям? Значит детей можно задвигать Они слабенькие Мы сильные Мы сами решаем Что можно с ними делать Какой-то сигнал Даст другим И людям Со стороны И так далее И вот еще Утром воскресенья Тимми выходит Одетый в свои любимые Джинсы и футболку Он выкопал их Из корзины С грязным бельем Куда они были положены Накануне Мама посмотри Тимми оделся Тимми оделся Мама с сердитым лицом Тимми Ты не можешь идти в церковь В таком виде Эта одежда грязная Вечно ты что-нибудь натворишь Иди-ка сейчас же в комнату Я тебе помогу одеться Тимми понурив голову Пустив плечи Неохотно возвращается в комнату Вариант второй Мама Тимми ты еще не одет? Надень это Тимми Не хочу Мама Мне некогда с тобой спорить Надень это И побыстрее Мы в церковь опаздываем Вариант третий Тимми выходит одетый В любимые джинсы и футболку Он выкопал их из корзины С грязным бельем Куда они были положены Накануне Мама Посмотри Тимми оделся Тимми оделся Мама О Тимми Вы только посмотрите Сам оделся Ты уже совсем вырос Эта одежда Очень подошла бы тебе Если бы ты шел играть Но мы идем в церковь Давай посмотрим Нет ли у нас Более подходящей Для церкви одежды Одну и ту же ситуацию Можно сделать так Что ребенок Поймет одно Можно другую ситуацию Сделать так Что он поймет совсем другое От таких маленьких Ситуаций Зависит воспитание Становление Личностей И нам кажется Что это так Жизненные Маленькие моменты Они очень важны В воспитании И как говорил Яна Москаменский Самый первый Этап воспитания Происходит на коленях Матери Самое основное Закладывается в начале И вы знаете Даже вся система Обучения Вообще в жизни Современными Учеными От педагогики Или андрогогики От образования Описывается примерно Вот так Вся Все общество Все Сумма знаний Которые есть у человека Которые он получает За всю свою жизнь Это И Большая часть знаний Человек получает В неформальном Образе Он получает Его сначала Воспитываясь в семье От своего рождения Учится Кушать Учится Одеваться Учится Говорить Учится Ходить Учится Видеть этот мир Отличать Дерево От цветка Бабочку От мышки От собачки От кошки И так далее Это огромнейшее количество знаний Огромнейшее И только потом Со временем Мы даем ему Знания Это аформальное знание Даем знание Неформальное Неформальное обучение Система обучения Это то Чему обучаем Мы без Дипломов И без выставления Оценок Это обучение В кружках Группах В воскресной школе Различные виды обучения Все это неформальное обучение И только часть обучения Идет формальное Это школы Школа Классы школы И дальше Среднее или высшее Учебное заведение Вот Нам кажется Это все обучение Это только Малая часть Всего количества Обучения Знаний Которые получает Человек Очень Малая часть Смотрите на это так И пусть родители Мамы и папы Смотрят на Свое обучение Которое они дают Ребенку закладывают Это вот это Огромное обучение Которое они ему дают Это огромная часть И самое главное Библия не зря говорила Что основа Основа образования Это в семье Чтобы повторяли Утром и вечером Когда ложатся Когда встают И так далее Если мы видим в человеке Какую-то изоляцию Человека трудно добиться Трудно открыть его Поговорить с ним Может быть Это какая-то проблема С детства Когда он попытался Что-то не получилось И его защитная реакция Стала изоляцией Не надо обвинять Этого человека В этом Надо шаг за шагом Потихонечку Помочь ему Раскрыться Дать ему надежду Создать Атмосферу доверия Чтоб он мог открыться Это могут делать люди Особенно С даром Понимания других людей Это один из даров По Джону Гарнеру Одна из способностей Интеллектуальных Или один из талантов Которые могут быть Человеком Не у каждого Даже есть этот дар Который так хорошо проявляется Большое дело Начинается с малого пожертвования И пятью хлебами Можно накормить Пять тысяч человек Поддержите наш проект Молитвой И финансами О чем молиться И как пожертвовать Вы можете узнать На сайте www.tvseminary.com Дальше Есть в Библии Такое интересное место Блажен муж Который не ходит На совет нечестивых Не стоит на пути грешных Не стеет Собрания развратителей Но в законе Господа Воле его О законе его Размышляет он день и ночь Псалом 1 И будет он Как дерево Посаженное При потоках вод Которое Приносит плод свой Во время свое И лист Который не вянет И во всем Что он не делает Успеет Я так представляю Себе пожилого человека Лист Которого не вянет Он сочен и плодовит Даже в старости Вот это хороший конец жизни Тот человек Богатый человек Который прошел Все эти этапы Своей жизни И у которого Есть чему поучиться И стоит С которым Даже побыть рядом Дай Бог Чтобы Мы помогали людям Становиться такими людьми А если не это Тогда что По Эриксону Отчаяние Отчаяние Все разрушено Ничего нет Ценности нет Циничный старик Или старуха Злобный на весь мир Тяжело Больно Жалко Чем кончается Такая жизнь Во Христе Наша жизнь Становится Действительно Полной Полноценной Сочной И даже в старости Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok